Когда в России стали отмечать День Народного Единства, не в качестве полузабутого факта нашей древней истории, а в виде государственного праздника, одного из двух главных День Победы и День Народного Единства, это казалось совершенно неравной заменой Дню Великой Октябрьской Социалистической Революции. Причем эта замена не понравилась сначала ни коммунистам, ни либералам. Ну какой смысл вспоминать сейчас Минина и Пожарского? Ну чего мы все время взрываемся куда-то в истории? Признаюсь честно, тогда так думал и я. Что я думаю теперь скажу чуть позже, но сначала давайте спросим у профессионального историка, что прижала Россия в 1612 году. Александр Валентинович Олепко, доктор исторических наук, профессор кафедры культурологии и музеологии Хаваровского государственного института культуры. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну окончание осмотра это же действительно было Днем Победы, спасением России от гибели, точно так же как в 45-м году. Безусловно. Но тут еще присутствовал идеологический фактор. И надо сказать, он был связан с тем, что часть российского общества, скажем так, элиты российской, была склонена в сторону Запада, в сторону Польши, скажем так, да. И она даже придала в какой-то период времени российский интерес. Вы имеете в виду в 1612 году? Нет. Или сейчас? Это было до 1612 года, когда была Семибоярщина, когда был Лжедмитрий Первый, Второй. Вот это было в этот период времени. И итог-то был один. Почему произошел вот День Единения России? Потому что российский народ решил так, что надо... Выбрал свой путь развития. Не западный путь развития. Он выбрал свои традиции, да, многонациональный российский народ, который шел своим путем, не западным путем, который, по сути дела, в общем-то, и предлагался со стороны некоторых отдельных российских людей, как и в наше время, скажем, да, разными политическими силами. Я вас прерву, просто с самого начала вы сделали то, что я собирался сделать в конце. То есть аналогии с сегодняшним днем, да? Да, да, да. То есть так получилось, что вроде больше 400 лет назад происходило то же самое, что происходит сейчас? В разные исторические периоды в России периодически возникало это. А почему? Потому что часть российской интеллигенции считала, что надо идти вслед, следом за Западом, да? Точно, и это путеводная звезда для России. Вот. И вообще традиция самобичевания России, она была характерна и в разные периоды для России, в том числе и в смутное время, да? Что идея самоуничижения, да, в русской общественной мысли, она в 19 веке, да, вместо созидания иронии и сатира, негативное презрительное отношение к России, к мужику. Ну, давайте немножко тогда тем, кто не в курсе, напомним, что тогда было. Это после смерти Ивана Грозного и после смерти Бориса Годунова накопилось как бы ожидание каких-то перемен, и часть элита их стала искать на Западе, да? Да. Собственно, поэтому уже... Абсолютно согласен. Да, да. Абсолютно согласен. Поэтому уже Дмитрий и первый, и второй достаточно быстро нашли себе вот сторонников. Конечно, конечно, можно сказать, была почва для них, для их деятельности, и они выросли на этой почве, по сути дела, потому что их часть московского боярства просто приняла. Она приняла их. Ну да, они же практически согласились с тем, что уже после смерти Дмитрия II пригласить королевича польского, да, и они согласились с тем, чтобы он остался католиком. Семи боярщина решила так, что вот Казимир, извините, сын Казимира, вот королевич Владислав Кольский должен встать на морковский престол, возглавить. Более того, перевести Россию в католичество. То есть шли путем, ведь надо сказать, что еще в 1590-х годах, да, вот прям накануне, накануне смутного времени, вот мы считаем начало смутного времени 1598 год до 1613 года, да, а в 1596 году, за два года, уния между русской православной церковью и католической церковью. Более того, папские легаты приезжали в Россию и уговаривали Бориса Годунова, чтобы Россия приняла католичество. Александр Валентинович, давайте будем все-таки объективными. Вот успех прозападной партии, возможно, был таким быстрым, потому что их противники не предлагали никаких перемен, ведь к тому моменту, насколько я знаю, в государственной копии достаточно много кризисных явлений, государство должно было модернизироваться, и вот западная партия предлагала какой-то путь? Западная партия, я еще раз говорю, это следование за Западом, следование, создание России подобно западному образцу, а если уж так говорить, если бы это случилось, это возможно, как мы думаем, что это была колония Запада. Россия в предаток Запада, она оказалась гораздо ниже по своему статусу Запада, то есть это младший брат Запада идет за ним, вот, и все повторяет за ним. Можно подумать, что, в общем-то, российские люди варвары, варвары, надо бороться с российским варварством. Возможно, вот такие мысли были у этих людей, были у этих людей. А потом, знаете, вот кто такой Мстиславский, который возглавил Семебоярщин? Он происходил из рода Гедеминовичей, западно-русских земель, которые входили в состав Литвы, которые вошли потом в состав Ричи Посполитой, вот, тоже, и, конечно, вот такое было положение дел. Поэтому прозападная партия была достаточно, в общем, они смотрели Западу, в общем-то, в рот, по сути. Я согласен, что, ну, вот аналогии просто напрашивают, но если вернуться к самой дате, насчет 4-го именно ноября было много негативных высказаний, в том числе и историй, как говорят, что именно в этот день ничего не произошло значимого, вот, и якобы просто, чтобы перебить 7-е ноября, вот, ближайшую дату взяли. Но я когда стал перепроверять, на самом деле все не совсем так. Почему именно 4-е ноября? День иконы Казанской Божьей Матери. Да, да, да. Просто указом еще, по-моему, царя Алексея Михайловича, именно этот день и был назначен днем празднования спасения России. Конечно, по сути дела, спасение состоялось. Ну да, да. Спасение состоялось. При том, что я атеист, не скрываю этого, лично я бы именно этот день и взял, ну, потому что какой-то надо было взять. Безусловно. Потому что, смотрите, 1 ноября был взят Китай-город, там было мощное, можно сказать, укрепление польское, а Кремль еще не был взят 4-го числа, еще он не сдался. Но уже они подали, дали Минину, извините, Пожарскому, дали знать о том, что они сдаются. И буквально на следующий день, 5 ноября, они подписали акт о капитуляции. Тут, конечно, постоянная путаница со старым и новым стилями, но самая главная дата, день иконы Казанской Божьей Матери. Конечно, и вот тут вот в день, уже практически взяли Москву. В Российской империи именно в этот день и отмечали. Да, вот именно уже взяли практически Москву. Все, Россия освобождена. И икона, и вот можно сказать, она над всем икона Казанской Божьей Матери. Ну, для меня это культурная преемственность, как бы я ни относился к религии. Любопытно, почему вот эти события действительно знакомы, а глобального значения для России достаточно неизвестны были для советских граждан. И когда вернули этот праздник, действительно многие удивлялись, почему такое якобы незначительное событие взяли в качестве второго государственного праздника. Вот я вспоминаю, в учебнике истории нашем школьном про это было сказано не очень много. Не очень много. И это было сказано потому, что, понимаете, вот отношения с Польшей были. Да, Польша была социалистическим государством. Да, не хотели обижать. И, конечно, с одной стороны, это грозило разладом. И так там не были нормальные международные отношения. Польша всегда говорила, что у нее большие территории отторгли, хотя это традиционно русские земли. Они и были русскими землями. Это Западная Белоруссия и Западная Украина. Они традиционно были русскими землями. Там Древняя Русь была. А потом уже Польша исторически их захватила. И, конечно, они говорили о том, что это могло быть, если бы мы говорили о польской интервенции, да, и поднимали этот вопрос тогда, это могло внести раскол в социалистический лагерь между государствами мировой системы социализма, да. Вот поэтому, конечно, это очень важно было тогда это дело замалчивать. Ну и кроме того, мне кажется, еще важным было то, что вот День Народного Единства – это был день торжества династии Романова все-таки. Там вот неразрывно связано. Да. У нас же даже Борис Годунов на самом деле «Жизнь за царя» назывался. Но это название вот на 70 лет забыли. Да, да, да. Ну и, к сожалению, вот мне кажется, из-за того, что у нас большевистская была идеология, вот часть нашей истории вот отложили в сторону и забыли. Февраль 1613 года избрание Романовых, Михаила Федоровича Романова, на престол сына Филарета, который находился, митрополита Филарета, который находился в польском плене. Вы знаете, я вот в свое время побывал в Парижском пантеоне и посмотрел на этот культ Жанны Дарка. Я вдруг понял, что культ Жанны Дарка во многом напоминает культ Казанской иконы Божией Матери. А в том смысле, что в определенный момент истории живая женщина и святая вдохновили народ на сопротивление захватчикам. Поэтому до сих пор во Франции огромный культ, хотя это вроде Цветской республики, но огромный культ Жанны Дарка. Мне кажется, и у нас культ Казанской иконы Божией Матери в качестве Дня спасения русского народа вполне оправдан. Конечно. И забывать это нельзя. Ни в коем случае этого забывать нельзя. Конечно, это символ России, символ независимости России, символ нашего национального единства. Это очень важно сейчас, именно национальное единство. Потому что ирония и сатира, негативное презрительное отношение к России, оно не должно преобладать. Как писал Розанов, у нас космополитическая мечтательность. Нет мечты о родине, участии людей, как это, скажем, у евреев, как это у греков, у французов, или, например, англичан, старая Англия, или в Германии, старый фриц. А Распутин писал, знаменитый русский писатель, быть обличителем, это дает обеспеченное общественное положение и пророческую мантию в России. И в то же время Ильин писал, люди без родины, это историческая пыль, блеклая осенняя листва, гонимая с места на место и втаптываемая чужеземцами в грязь. И вот недавние события, да, постсоветская Россия, вот это 30-летие, да, что тут происходило? Патриотизм у нас смешивался с национализмом, шовинизмом и вытеснялся идеями толерантности. Вот сейчас день народного единства очень важен для нас. И те события, которые происходят, да, в связи со специальной военной операцией, часть интеллигенции, она попросту эмигрировала, да, за границу. И более того, грязью поливает свою родину. К сожалению, это, опять же, очень-очень напоминает то, что происходило в конце 16 века. Ну, просто иногда один в один. Но это периодически у нас повторялось. Не будем забывать, что, собственно, из-за чего все началось. Из-за того, что государству все равно требовалось модернизации. Модернизация требовалась, но не слепое преклонение. Я согласен. Давайте, допустим, Японию возьмем. У них же не преклонение. Японец был, остался японцем. Но он взял из Запада и использовал это для пользы своей родины. Как это делал Петр Первый. Петр Первый, вот, говорит, западник. Нет, Петр Первый все это делал для России. Он создал военно-морской флот. Он создал сильное государство. Он прорубил окно в Европу, да. Он сделал Россию сильной державой. Мне кажется, важно не забывать, никто не говорит, что поляйки плохие, англичане плохие, французы плохие. Конечно, да никто. Об этом речи нет. Просто каждый народ живет ради себя. Конечно. Он превозносит свои святыни, да, а не чужие. Свои. Забывается, чтобы им жилось хорошо. Культурно-исторические ценности свои. Каждый народ. Это нормально. И наш народ многонациональный, да, у нас сформировались. Достаточно, можно сказать, такие вот знаковые ценности. Это победа наша, да, в Великой Отечественной войне. Это первый человек в космосе, да. Это русский балет. Это тоже наши. Хотя Петипа был французом, но он русский. И он создавал школу балетов в России. Мне кажется, русский это вообще не столько национальный, сколько, не знаю, состояние души. Это, наверное, цивилизация. Мы говорим, что это сейчас подаем. Это цивилизация. Россия – это цивилизация. Это отдельная цивилизация. Потому что она многонациональная, это цивилизация. И поэтому с этой точки зрения мы должны подходить к нашей стране. Мы – цивилизация. И у нас нет национализма. Нет. Вы же, наверное, украинец по происхождению, судя по фамилии. По фамилии, да, где-то были родственники, но не совсем так. Ну, просто, что для нас национальность вообще не значит. Но если человек выбрал быть русским, он будет… Да. Никто не будет проверять, какие у него скорости. У всех этносов много хватало. Генеалогическое требование взять, да. Это очень различные этносы. Спасибо. Обязательно еще об этом поговорим. А теперь скажу, что лично я думаю по поводу наших праздников и памятных дат. Их истинное значение в том, что каждый момент истории, который они отражают, фиксирует те глубинные противоречия между разными народами, которые никуда не делись и до сих пор определяют отношения между ними. На это можно закрывать глаза, но к чему это приводит, вы видите сейчас сами в выпусках международных новостей. В студии программы «Политпрайм» был Александр Валентинович Олепко, доктор исторических наук, профессор кафедры культурологии и музеологии Хабаровского государственного института культуры. Спасибо, что пришли. Мы прервемся совсем ненадолго, а потом из прошлого переместимся в будущее. Как мы будем жить в ближайшие годы? Продолжение следует...